Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня 27 февраля 2021 года. Температура плюс 7, пасмурная. Вот так вот выглядит Воронеж с Вагресовского моста. На льду масса рыбаков. Какое интересное здание. Сегодня мы пройдем по улице Театральной. Историческое название улицы Мясницкая. Улица простирается от улицы 20-летия ЛКСМ до улицы Карла Маркса. И сейчас упирается в Драматический театр. Раньше она продолжалась до площади Ленина. Вот этих домов пятиэтажек не было. Это постройка начала 60-х годов. Гостиница Россия. Это тоже послевоенное здание. Театральная. 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 Здесь находился сквер Пионера. Театральная. Театральная. Летчик летел на очень низкой высоте. И сбрасывая бомбы, он видел, куда он их сбрасывает. И это его не остановило. Ну, это всё застройка послевоенная. Одно из немногих зданий, сохранившихся старых. Красивый домик, свежий ремонт, выглядит привлекательно. Вот мы вышли на перекресток с улицей 25 октября. В дореволюционные времена эта площадь называлась Мясной, ввиду того, что здесь торговали мясом. И улица в честь этого названа Мясницкой, потому что она проходила рядышком с этой площади, пересекала её. Сейчас на площади находится Воронежский концертный зал. Храм. И сама площадь. Вот красивое здание Московского индустриального банка. Раньше улица Мясницкая заканчивалась вот в этом месте, вернее начиналась с этого места. А дальше шла Мясная гора. В 1918 году, когда к власти пришли большевики, было распущено 11 мая учредительное собрание местное городское. И в честь этого улицу переименовали из Мясницкой в 11 мая улицу. Это название просуществовало до начала 60-х годов. В 60-х годах прошлого века переименовали улицу в Театральную. Старинное здание. Это как раз и есть Мясная гора. Вот мы подошли к перекрёстку с улицы Пятницкого. Вот такие ещё дома стоят. Вот мы и подошли к началу улицы Театральная. Вот от этого перекрёстка она берёт своё начало. Это перекрёсток с улицей 20-летий в ЛКСМ. Улица 20-летий в ЛКСМ начинается от проспекта Революции и идёт до дворца юношества. Вот там впереди. Впереди мы поднимаемся к проспекту Революции. Красивый особняк. Это улица Помиловского. Вот тут что. Тоже сохранились старые дома. И поднимаясь по этой улице мы выходим к Площади Победы. Тихвинская церковь видна. Старый домик. Вот такие узкие улицы. Тоже историческое здание и хорошо отреставрированное. Улица Чернавская. Улица Чернавская. Историческое название улицы Поднабережная. Вот ещё какое-то старое здание. Сейчас мы подойдём поближе, посмотрим таблички визор. Вот сохранившиеся старые дома. Жилой дом Снопова. Вот старое и новое. Старенький домик. И рядом громадины высятся, возвышаются. Там улок фабричный. Выходим мы. Дом Гординина. В фабричном переулке находятся хоромы стоят. Дом Гординина. Вот тоже рушится история наша. Всё разрушается. А здание-то историческое. Ага. Белый. Ага. Ага. Так улетается, что будет здорово. Вол�도. Волота. Волота. Э, отзов. Волота. Продолжение следует... Вот такие еще улочки есть в Старом Воронеже. Тоже интересное здание старое. Сейчас здесь больница находится. Вторая клиническая, по-моему. Вот в этом здании казармы 25-го пехотного смоленского полка имени генерала Раевского. Находилась в 910-й, 13-й веке. Сейчас больница находится. Старая и новая висит над крышей. Эта улица Большая Манежная. Тоже старое здание. И вот выходим мы к Петровскому скверу. Петровский пассаж. Вот так водичка течет вдоль по улице. Это Петровский пассаж. Петровский сквер. Здание Юга Жиделя. На этом я прощаюсь с вами. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Пишите отзывы. Ставьте лайки. Пока-пока. До встречи.